Добрый день! Добрый день! Представьтесь, пожалуйста, расскажите, кто вы, откуда приехали и когда. Меня зовут Александр Абашев, я приехал из Перми, из России, приехал сюда женой, приехал в декабре. Здесь мне все очень нравится, в кибуце мне очень нравятся люди здесь, особенно по сравнению с Россией, все доброжелательные, все улыбаются. Саша, расскажите, что вы делали в России, чем вы занимались? В России я работал в технической поддержке у большого федерального провайдера, принимал звонки от клиентов. Так, как вы приняли решение уезжать? Что, с чем это связано? Я принял решение уезжать достаточно давно, прежде всего это связано с политической ситуацией в России, потому что я знаю, что Израиль это свободная страна, Израиль это демократия, это очень важно для меня, здесь соблюдаются права человека, и поэтому я уехал из России. Понятно. В России мне это не нравилось. И вот вы пришли, как вы решили участвовать в программе Первый дом на родине? Почему именно Первый дом на родине? Я решил участвовать именно в этой программе, потому что, прежде всего, из-за жилищного вопроса, потому что здесь нам с женой дали отдельную квартиру, то есть по этой программе, в отличие от программы, например, Ульпан, Кибуз, где люди живут буквально в комнатах. У нас есть отдельная квартира. Так, расскажите людям, что есть у вас в квартирке, что, значит, включает в себя ваше жилье. У нас есть мебель, у нас есть кровать, диван, у нас есть холодильник, телевизор, есть все удобства, то есть душ, туалет, естественно, есть небольшая кухонька с плитой. То есть никакую мебель вы сами себе не обеспечиваете, да? Все это, вы уже приезжаете, все у вас готово, можно зайти и живи. Что мне очень нравится, это то, что есть снаружи террасы, есть диванчик, на котором можно посидеть, это очень приятно, потому что в России я всегда об этом мечтал, чтобы была какая-то терраса, чтобы можно было выйти туда, попить чай. И вот сейчас я могу, я первое время очень много сидел на этой террасе, просто получал чай, просто читал что-то, делал домашнее задание для Ульпана. У меня есть пальма рядом с квартирой, я могу выйти и смотреть на пальму. Очень экзотично. Вы разводите там какие-то цветочки, что-то, как-то территорию облагораживаете вокруг своего домика? Ну, я бы сказал, что мы стараемся это делать. Мы, да, мы немножко посадили цветочки, да, у нас есть садик, мы живем в угловой квартире, поэтому у нас садик больше, чем у остальных нам повезло. Вот, да, мы постараемся что-то садить, это приятно. Так, Саша, расскажите нам о Бульпане. В Бульпане учиться мне очень нравится. Я приехал, я уже знал, насколько ты иврит, поэтому я сразу пошел в Гимал, меня определили в класс Гимал. Вы ходили на курсы где? Нет, я не ходил на курсы от Сахнута, я в основном учил сам иврит, и только потом для того, чтобы улучшить мой разговорный иврит, я пару месяцев ходил к преподавателю, к частному. Потому что в Сахнуте, ну, по крайней мере, в Перми там был только уровень Алиф, он мне уже не подходил в то время. Здесь я пошел сразу в Гимал, но сейчас я еще хожу в Киту Бет, во второй класс, потому что временно это есть и потому что учителя это разрешают, могут учиться сразу и там, и там. Мне очень нравится учиться. То есть, расскажите для всех уровень Алиф в Перми, например, и уровень Алиф в Израиле, это два разных Алифа, я так понимаю, что все-таки не очень совпадают. Да, это важно для наукрипатриантов, потому что, само собой, у нас не было носителя, у учителя-носителя языка в Перми. Вот человек, который нас там учил, он сразу сказал, что, ну, увы, он не владеет разговорным евритом, он не может говорить быстро, но вот то, что было здесь, преподает носитель, преподает учительница, ее зовут Гиля, она преподает уже очень долго, она преподает, 20 лет, я думаю, может быть, даже больше. И она преподает очень хорошо. Я сам не хожу в Алиф, я хожу в другие классы, но все очень довольны и, естественно, все занятия ведутся только на еврике, не на русском, как это было в Перми. И люди, которые здесь учатся, прогресс уже заметен, то есть буквально за два, за три месяца люди уже могут разговаривать, они могут говорить самые простые предложения, могут объясниться, например, в магазине, могут объясниться где-то, например, на вокзале, в Тайфе или в Тель-Ви, то есть преподавание здесь очень хорошее. Ну, естественно, в Израиле вообще преподавание языка очень хорошее, это факт. Саша, все-таки, если мы вернемся с вами в Перм обратно, кто вам посоветовал Первый дом на родине, как вы вышли на программу, в принципе, вы пришли как-то в Сахнут, кто-то вас направил, как было дело? Мы нашли эту программу в интернете. На самом деле нам никто ее не рассказал, я не знаю, можно это говорить или вот на камеру, но, в общем, мы нашли эту программу в... То есть вы сами все разведали? В интернете, да, мы разведали все сами, мы попросили у нашего работника Сахнута, вот, замечательный человек, Лена Гребнева, в Перми у нас, она единственный работник Сахнута, насколько я знаю, в Перми, вот, она нам все подсказала, связалась с Еленой Коварской и благодаря ей, благодаря всему этому мы попали на эту программу, мы очень хотели, мы хотели именно в Эйна Шафет, потому что здесь с нами работает замечательный человек, координатор Эйтан Рам, вот, который узнает русский язык, специально выучил, вот, отличная программа, она больше всего подходит, естественно, для семейных пар, для семейных пар, я не знаю, есть ли такая программа для семейных пар с детьми, но для семейных пар, для детей, здесь, в нашей печи, здесь просто все прекрасно, все уходит. Спасибо, Саша, всего доброго!